Добрый вечер, я Искандер Хисамов, а мой собеседник Виталий Сташук, народный депутат Украины, от блока, он представитель блока народный фронт, то есть партии народный фронт, избирался по мажоритарному округу в Дарнинском районе города Киева, с этим районом связано много у нашего гостя, он работал там и главой администрации, и депутатом районного совета, я правильно излагаю? Да, и городского, да. Добрый вечер. Да, и городского. Виталий, здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотел обратиться к самому такому интересному эпизоду нынешней жизни, это событие в Виннице. Там произошли некие беспорядки или, скажем, народные волнения вокруг позиции руководителя областного совета, народным вечером был смещен предыдущий и избран новый, так сказать, глава областного совета. Официальные органы и, так сказать, правительство пока не приняло каких-то мер относительно этого. Я понимаю, что вы киевлянин, а Винницкая, это вся реальность от вас немножко далека, но все-таки как вы оцените вот то, что происходит сейчас, вот что эффект улицы или синдром улицы, как это можно назвать? Я думаю, нужно быть очень аккуратным в оценках происходящего, не спешить делать выводы по горячим следам. Мне кажется, нужно немножко времени, чтобы попытаться разобраться в мотивациях всех сторон, особенно в мотивациях людей, которые выступали с требованиями изменений и особенно с поведением и мотивациями людей, которые то ли штурмовали здание, то ли там что-то происходило, условно говоря, скажем так, вне правового поля. И перед тем, как давать какие-то дефиниции, все-таки, по моему мнению, нужно быть очень аккуратным с оценками происходящего. Почему? Потому что, с одной стороны, действительно, события последнего года, они уже для нас сделали обычным явлением, когда люди выходят на улицу и протестуют. Но, мне кажется, в последнее время иногда бывают моменты, когда эти протесты, они могли бы те проблемы, которые озвучивают, решать иным способом. Вот так мне это видится. А не кажется ли вам, что вот у нас произошла в большой степени перезагрузка центральной власти, да? Уже у людей, мне кажется, у граждан есть потребность в неком наведении порядка и четких реакциях на какие-то вещи. Например, мы можем разбираться долго с мотивацией кого-то, но если эти люди приходят на митинг в масках, несут с собой эти боевые какие-то вещи, фаеры, гранаты и так далее, и когда уже три милиционера в реанимации сейчас находятся, тут, мне кажется, должна быть у нормального государства рефлекторная реакция. Разогнать сначала, сначала навести порядок, а потом уже разбираться в мотивации. Мы сегодня видим, что был организован некий митинг, который осуждал действия тех митингующих. То есть, мне кажется, что получается, что сталкивается народ, опять же, против народа, ну или как-то так, дискуссии внутри общества, так будем говорить, а государство что должно делать? Вы здесь подняли сразу несколько очень серьезных пластов проблемных. Действительно, если мы говорили о том, что в феврале в какой-то момент в стране чувствовался некий вакуум власти, и период, прошедший с февраля, он как раз показывал, что шаг за шагом вот эта пустота должна была бы чем-то наполняться. Если у нас уже есть новый избранный президент, совсем недавно появился новый парламент, то, конечно же, местная власть пока остается старой, и очевидно, что в следующем году выборы там обязательно произойдут. И тут очень важно, конечно, чтобы темпы этих изменений соответствовали требованиям людей. Вместе с тем, вот любое применение силы сейчас, оно может у многих людей вызывать непонимание. Даже у тех, которые понимают, что власть должна показывать свою твердость. Ну вот Майдан начинался, это все-таки называем революцией, это силовое было действие. Это, конечно, оно было вне рамок того правового поля и так далее. А вот тут, когда я слышу тезисы о правовом поле, о Майдане, я бы хотел, чтобы мы помнили динамику процесса. Майдан начинался как протест против совершенно неадекватного и несообразного применения насилия по отношению гражданам, которые никакого насилия никому не применяли. И вот и формы этого протеста были длительное время очень мирные. Если вы помните... Я согласен, сейчас мы не ищем здесь виновных и так далее. У всех своя правота и свое несчастье, так сказать, было и сейчас есть. Вот смотрите, что пишет Арсен Аваков, министр внутренних дел и член партии «Народный фронт», ваш, однопартийец, можно сказать. Но вот он пишет как частное лицо, ну, на своем блоге. Вот, говорит, власти у нас зачастую плохая и некрасивая и так далее, но это не повод быть настолько дебилами и настолько не дружить головой. Но главное дальше. Поставили себя вровень с народным губернатором Пономаревым в Славянске и прочими урками. Понимаете? То есть, правильно, совершенно правильно. Но тот же самый Пономарев-Славянский, он брал за образец, или там, ну, те боевики, там, мятежники-сепаратисты, они говорили, а что было там на Майдане? То есть, опять же, что произошло, то произошло. Власть перезагружена, вот мое представление заключается в том, что нужно вот этот опыт отсечь. Смотрите, тут есть два важных момента. Во-первых, я категорический противник сравнения Пономарева с людьми, которые протестовали на Майдане. Это важно очень. Я не этический. Они за добро, а эти за зло. Я говорю, все жгут. Все бьют милиционеров. Понимаете? Нет, нет, не так на самом-то деле. На самом-то деле, если вы вспомните, то ни в одном населенном пункте, где выступали протестующие, не появился никакой новый ненародный мэр, который бы захватил здание и сказал, что теперь я управляю этим городом. Ни новый некий губернатор. Этого нигде не было. А вот избрали Фурмана на народном вечере. Мы говорим сейчас о революции, да, в этом периоде. И поэтому сравнивать эти вещи нельзя, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, сейчас очень важно, чтобы государство как инструмент поддержания порядка работало. И я думаю, что возвращение вот этой полноценной функции обеспечения порядка, оно будет постепенным, когда люди будут понимать и принимать государство как инструмент поддержания порядка. Это больная история, конечно, потому что, условно говоря, короткое время назад жглишины и бросали в людей форме камнями. Теперь нужно понимать, что эти люди представляют закон и ту власть, которая действительно была избрана народом. Еще одну короткую цитату нашего общего знакомого, я его тоже хорошо знаю, Антон Герасченко, и с уважением отношусь. Он пишет, я считаю нечестным и незаконным использовать силу улицы для того, чтобы принять или не допустить принятие какого-либо решения. Так что зреет это мнение, да, что улица это все-таки не навсегда. В какой-то момент в стране произошел вот этот самый взрыв, но в итоге должно возвращаться, мне кажется, это мнение уже зреет. Да, я думаю, чем скорее мы будем определяться с местными выборами, но снова-таки речь идет о том, что дату можно назначить любую, но к этой дате должно быть новое правило игры. С тем, чтобы люди, пришедшие на выборы уже в местную власть и проголосовавшие за новых руководителей на местах, через некоторое время опять не выходили на улицу. И была известна цена вопроса, децентрализация. Будут ли у местного совета полномочия, достаточные то, что обещано президентом, будет ли реальная децентрализация, будет ли налоговая реформа, которая перераспределяется? Я думаю, это неизбежно, потому что это вопрос не просто добрых пожеланий, это вопрос выживания страны. Смотрите, здесь какая штука-то. Для того, чтобы вот эту децентрализацию провести, нужны изменения в Конституцию, насколько я понимаю. Есть несколько способов проводить децентрализацию. Это может быть бюджетная децентрализация и делегирование полномочий на уровень местной власти. Это можно проводить законами и не набирая там 300 голосов. Но понятно, что системные изменения, такие, которые бы всю модель госуправления откорректировали в соответствии с требованиями дня, это, конечно же, изменения к Конституции. Но опять-таки мы понимаем, что Конституция это такой предмет, где тоже нужно быть аккуратным. И за месяц-два мы вряд ли будем иметь новую Конституцию. Но то, что касается децентрализации, это может быть гораздо быстрее. Вот завтра уже в парламент будет внесена программа правительства. И там, я надеюсь, мы увидим уже некий каркас этих изменений, некие основные направления. И рассчитываем работать очень быстро. Вторник, среда работа в комитетах. И в четверг парламенту, скорее всего, будет предложено определиться по поводу программы. Рассчитываю, что парламент поддержит. То есть вы надеетесь, что это довольно быстро можно решить вопрос определения объема полномочий и ответственности мест? И для того, чтобы более четко понимать, на какие выборы мы идем местные? Это нужно пытаться делать уже сейчас. Не нужно ждать этого. Это может начаться с того, что будет некое перераспределение бюджетных возможностей и ресурсов. И если, насколько я понимаю, правительство готово предлагать изменения в бюджетный кодекс и в налоговый, с тем, чтобы в Новый год входить уже с теми изменениями, которые смогут какой-то каркас основывать... Вот при том, что все это правильно, и теоретически, и международно... И практически, почему только... Да, и демократически все правильно. Но мы же знаем, что у нас происходит на местах, какие там свои альгархические кланы, какое кумовство, как все повязано. Вот та же Винница, я к вам обращаюсь уже как к политологу по образованию и по некоему опыту, вызывает у меня некое сомнение. Во-первых, там какая-то драка внутри винницких элит. Я не верю, что народ вышел с этими сомнений, потому что их чувство справедливости оскорблено. Явно там было что-то. Тем более, будем говорить, что Винница это такой базовый город президента. И он ассоциируется с именем Петра Порошенко. Может ли это быть некая провокация против него лично? Если мы сейчас уже как политологи пробуем рассуждать, то, наверное, я считаю, что база у президента гораздо шире, чем просто Винница. Но с другой стороны, в городе произошли серьезные изменения. В каком смысле? Люди, которые давно там работали, мэр, который там пользуется большой поддержкой, он ушел в Киев. Очевидно, что он ушел в Киев надолго. И очевидно, что, конечно, там какие-то изменения... То есть, подседу в кадры из Винницы ослабили... Я бы не употреблял бы ослабил, усилил. Просто какие-то изменения, они объективно просятся, что называется. Но они могут произойти в результате выборов. Когда мы раздадим много полномочий в области, не получим ли мы все-таки некий пережиток феодализма или феодализм 21 века? Когда, если регионы сами не готовы, если в них они повязаны коррупцией, кумовством и так далее, без предварительной чистки, без предварительной очистки поляна, можем ли мы получить там большие риски? Во-первых, никто не отменяет люстрацию. Это пункт первый. То есть, есть люстрация как инструмент очищения госаппарата, и есть выборы как инструмент политического очищения. Если эти вещи совмещать, плюс, конечно же, когда мы говорим о том, что децентрализация означает много полномочий, тут вопрос в балансах. Насколько много? Настолько много, чтобы это не вредило общему развитию страны. Подход может быть только такой. То есть, вот эти действительно красивые заявления о том, что там... У нас же нет таких заявок, как раньше было в той же России. Ельцин говорил, возьмите столько суверенитета, сколько можете, да, там немножко другая жизнь. Сможете проглотить. Пусть проглатывают свой суверенитет. Мы видим, как они напроглатывали его сейчас. Но то, что модель, которая работает сейчас и была создана Януковичем и его командой политической, однозначно зацентрализована, это вне всякого сомнения. И поэтому не обойтись без того, чтобы больше полномочий было на местах. И, конечно же, жизнь покажет, насколько объемы этих полномочий соответствуют... И все-таки центральная контролирующая линия должна быть сильной. Некий каркас ОСТОВ, да, он, вне сомнения, должен оставаться, особенно в условиях событий на востоке Украины, когда у нас там будут военные действия, то нам автономии какие-то или еще версии с самоопределениями территорий, нужно быть очень осторожным с этим. Хорошо. Давайте теперь перейдем к следующей теме. Она очень рядом находится. Вот сегодня спикер парламента Владимир Гройсман подписал некий документ, которым как бы дозволяется или не препятствуется возглавить комитеты Верховной Рады людям, которые голосовали за пресловутые законы, диктаторские законы, как их называют, 16 января. Также и сигналы из Конституционного суда поступили, они там рассматривают этот вопрос, но по некоторым заявлениям судей, скорее всего, будет принято решение, что это не криминал, что они имеют право на политическое решение. Давайте не будем загадывать, да. Но есть уже факт, что вот хотел бы, чтобы вы прокомментировали, потому что решение спикера это еще не решение Верховной Рады. На самом деле здесь есть несколько моментов. Когда мы голосовали за руководство комитетов парламентских, то мы говорили о том, что действительно, да, возглавлять комитеты не могут люди, голосовавшие за законы 16 января. И насколько я помню, то ни одного руководителя или секретаря комитета таких нет. Но там, когда были некие люди, не подходящие по этому критерию, то с голоса из зала звучали предложения исправить эту ситуацию. И в моем понимании мы проголосовали именно за то, чтобы этих исключений не было. Я видел информацию о том, что вроде бы подписан документ, который не учел эти замечания, которые звучали из зала. Давайте попробуем разобраться, что там действительно произошло. Вы знаете, я сейчас, вот все собираюсь духом, задать страшно крамольный вопрос. Задайте. Вот. А что в этих диктаторских законах, так сказать, от 16 января, вот они передо мной здесь, значит, основные пункты, что в них особенно вот диктаторского? Я думаю, что их нельзя рассматривать отдельно от ситуации, которая была в стране в этот момент. И это принципиальный момент. Почему? Потому что, снова-таки, тут экскурс краткий, необходимый, по моему мнению. Все шло мирно до момента, когда они начали стрелять. И вот эти законы, они спровоцировали ситуацию, когда на улицах началась стрельба и начали гибнуть люди. Просто под этот закон сразу попали все, поскольку вот здесь вот в пунктах есть. Но мне кажется, и я боюсь ошибаться, ну, во-первых, там большая часть законов, это, в общем, в Америке, например, за захват административного здания, да, там не то, что до пяти лет уголовная ответственность, а там бы стрелять сразу начали бы, там не цацкается с этим делом. В Америке, если полицейский выстрелит в человека, то мы с вами видим, что происходит. 500 негров в год убивают. Давайте не про негров говорить, а о... Я говорю именно, что вот я цифру запомнил, в среднем в год убиваются 500 чернокожих афроамериканцев полицейскими при задержании. Давайте снова проанализируем эту ситуацию. Вот мы знаем о событиях в США, когда в нескольких городах пострадали чернокожие, вроде бы как от белых полицейских. Но что происходит? После того, как люди вышли на демонстрации, то Конгресс не принимает закон о том, что запретить демонстрации, запретить им собираться вместе. А у них уже давно запрещено это. Подождите, они ходят и протестуют. Они протестуют только с санкцией, когда они подают заявку, подтверждаются и так далее. Несанкционированные митинги там разгоняются в секунду, не только в Америке, и в Германии, и во Франции. Несанкционированного ничего там не бывает. Там даже вообще... Там очень строго. Ну, вы, наверное, не вхожете. Тем не менее, все то, что дозволено, там работает. И я понимаю, что государство должно иметь власть и возможность сохранять общественный порядок, но то, что происходило у нас в январе, это была не попытка, скажем так, защитить общественный порядок. Это была попытка защитить политический режим. Конечно, государство свое. Тут я бы разделял. Государство и режим власти... Государство это режим. Есть страна, есть государство. Я о другом. Режим единовластия одного человека, который уже не имел иного способа поддерживать свою легитимность, кроме как насильственными методами, которые... Я сейчас не об этике и не о морали. Я говорю о порядке. Вот я хочу встать на стезю, так сказать, чистого закона и порядка. Вы как руководитель, человек, который руководил большим районом города, вы знаете, что такое порядок. Вот я здесь читаю, например. Например, нарушение, запрещая участие в демонстрации с использованием средств, затрудняющих идентификацию личности. Это балаклавы и так далее. Присутствие на митинге с открытым огнем, пиротехникой, оружием, газовыми баллончиками, взрывчатками и так далее. Наказание, штраф или арест до 15 суток. Я считаю, что вот сейчас это совершенно там нужно. Тут еще довольно много таких пунктов, которые чисто технически для государства, которое защищает своих граждан и порядок, вполне нормально. Опять же, не защищая тот режим... Вот тут важно своих граждан и порядок. Нельзя отдать граждан от порядка. Конечно. Если человек выходит за свободу, за все остальное там, да, и с пиротехническими средствами, все-таки его надо задержать. Я могу только поддержать, наверное, вас в том, что нам нужно привыкать к митингам и демонстрациям без балаклав, без огня. Конечно же, без взрывчатых веществ. И тем более нападение на полицию, на милицию. И без нападения на... Это совершенно недопустимо. Я думаю, что да. Вот. И мне кажется, я повторяю, что не то, чтобы довязывал это мнение, но мне кажется, это вот зреет. И одна из задач парламента... Это начало процесса, когда... Этот процесс возможен только в ситуации, когда доверие к милиции или к будущей полиции будет крепнуть. И тогда будет и уважение к... Это параллельный процесс. Это круговая такая вещь, да? Милиционер, который затуркан, которого там в него кидают чем угодно, а он там дубинкой махнет один раз, и потом вся прогрессивная общественность, его клеймиты, его фамилию в фейсбуке, и всех его родственников там адреса вывешивают. Кстати, здесь тоже это запрещено. Чтобы не было другой крайности. Когда милиционер стреляет из огнестрельного оружия в человека безоружного, я понимаю, что вот потом, как, знаете, маятник сейчас в другую сторону ушел. Нужно это все выравнивать и балансировать. Мне кажется, что задача государства сейчас вот эту реку в берега как-то... Я бы здесь говорил не только о задаче государства, но и общество должно постепенно сближаться и переходить к пониманию того, что нужно находить те формы протеста, которые социально приемлемы. И тем более сейчас власть-то не воюет с собственным народом. Есть возможность голосовать. Все признают, что эти выборы не связаны там с какими-то махинациями. И люди волей изъявляются в принципе достаточно свободно. Хочешь поменять власть, у тебя есть возможность. Теперь я перейду к следующему, опять же, смежному вопросу. Вот на прошлой неделе очень такие яростные были дискуссии в парламенте, особенно при, так сказать, делении кабинетов, комитетов и так далее. 27 комитетов создали, там везде по нескольку... Там председатель, по пять заместителей, секретарь там... Есть такое, да. И все остальное очень так жадно, то самое, боролись. Это было отчасти забавно, но лейтмотивом проходило такое некое презрительное и некое такое абструкционистское отношение к оппозиции, оппозиционный блок. Это вы остатки прошлого режима, вы душители свободы, вы и так далее. Но вот Вадим Рабинович в беседе со мной сказал, ну как, ну за нас полтора миллиона все-таки проголосовали. Разве это не сепаратизм? Нас вот так вот в нас плевать. Вы же отколете еще какую-то часть Украины. Давайте еще вспомним о том, что парламент состоит из коалиции, из оппозиционного блока и из остальных депутатов, которых больше, чем в оппозиционном блоке. Их вряд ли можно отнести к власти. И поэтому я бы не сводил проблему оппозиционного блока к проблеме украинской оппозиции в целом. В парламенте есть группа, которая заявляет себя украинской оппозицией, в отличие... Ну вот, понятно, укроп. Я к чему веду, что у оппозиционного блока нет монополии на оппозиционность. И нужно к этому привыкнуть, прийти к этому. То есть они не являются единственной оппозицией. И поэтому их политические проблемы, это проблемы их партии, конечно же, на которые нужно реагировать. Им просто предлагали те комитеты, которые они не захотели. Ну, они утверждают, что они как оппозиция, название оппозиционный блок, это партия, которая как бы прошла, и из-за нее полтора миллиона голосовали из-за ее кандидатов. Они требовали того, что обычно оппозиция получает, и что записано в регламенте. Значит, им не дали, они сами виноваты. Я вам говорю сейчас опять, я стараюсь уйти от вопросов морали, этики и прочее. Я говорю о политической целесообразности, даже не о законе. Знаете, я могу только поддержать тезис о том, что все силы, избранные в парламент, должны быть представлены, конечно же, и в руководстве комитета в том числе. Но есть вещи, которые должны быть адекватны времени. Ну, очень забавно было бы, если бы люди, которые символизируют режим именно политический Януковича, занимались бы свободой слова в Украине. Не знаю, я опять не защищаю, я проработал и в той свободе. Я, например, по Майдану говорю, да, как только первые студенты вышли на Майдан, вся пресса пошла против Януковича. Еще даже никто там и полиции еще не был. А за неделю до этого что-то у нас пресса не было? И за неделю все было. Там были кое-какие, я повторяю, что я считаю, что свобода была. А по депутату предлагались комитеты, связанные с контролем за властью. Вот регламентный, например. То есть контролирует тезис. Я к чему говорю, вот к вам, как к депутату, и чего от вас общество ждет? Я думаю, что я тоже выражаю какие-то вещи. Что, скажем, какое-то уважение или какие-то там даже процедурные вещи, да, мне кажется, должны быть сделаны. И мне кажется, что вот этот самый документ Гройсмана сегодняшний, он как раз готовит почту для того, чтобы вот эти комитеты, которые еще три остались, может быть, все-таки были предложены. Они были специально не проголосованы с председателями, в том числе, имея в виду, что по крайней мере один или несколько... Я еще напоследок это самое... Мне прочитал вот где-то в истории одну штуку, что когда Гитлер победил в 1933 году на выборах в Рейхстаг, у них тоже была традиция, что первое открывает заседание старейший член парламента. Старейшим членом парламента была Клара Цеткин. Вот. И Гитлер им позволил ей. Мы Звягельскому не позволили. Ну, мне кажется, может быть, это отнесем на задетские болезни или визны. Если продолжать аналогии, то можно сказать, что представьте выборы в Германии в 1945 году, но явно НСДП бы прошло и требовало бы комитеты, связанные с правами человека, свободой слова и так далее. Согласен. 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 Согласен.